Мы компания-разработчик одномянного продукта MyOffice. Наш продукт состоит из набора различных приложений. Это календарь, почта, контакты, редакторы, частное облако, мессенджер. Мы активно растем, развиваемся. Есть новые продукты, находящиеся на разных стадиях разработки. Безусловно, все эти продукты нужно тестировать. Я старший специалист по ручному тестированию из Scrum Master в команде веб-редакторов. Я старший специалист по ручному тестированию на проекте MyOffice. Документы под платформу Android и я отвечаю за качество продукта. Я работаю в компании около трех лет. Пришел я на позицию младшего специалиста по тестированию. Поиск разработчиков, тестировщиков, IT-специалистов — это очень интересно. Каждый человек — это как отдельный проект. Это очень круто. Я пришла в компанию как раз в разработку корпоративной почты пять лет назад и нас было тогда только 15 человек. В первые три месяца я как HR провожу несколько встреч с новым сотрудникам для того, чтобы узнать, как у него дела, понятны ли ему задачи и процессы компании. Мы хотим, чтобы испытательный срок проходил для новых людей максимально комфортно. Наши команды активно растут и хочется отметить, что в мае 2019 года нашим главным акционером стала лаборатория Касперского. Мне нравится стек технологии, которые мы используем, инструменты, которые позволяют развиваться и получать новые знания. Также мне очень нравится получать отзыв от пользователей, когда мы доставляем продукт до них и помогаем разобраться с их проблемами. Мы используем современные и эффективные стеки и фреймворки. Стараемся рассматривать разные, чтобы выбрать именно подходящие нашей команде, нашей компании. Мы ручное тестирование, например, работаем с JS, с Python, пользуемся очень активно Postman. Также наша тестовая документация хранится в Testerale, Valiuri и Zephyr. На проекте мы используем JavaScript, TypeScript, C++, библиотеки React, Redux, RxJS, Material UI и многие-многие другие. На нашем проекте мы используем связку языков Java Kotlin и популярные библиотеки Rx, Java, OkHttp и многие другие. Нужно постоянно погружаться в то, что происходит. Есть куски кода, которые пишутся разными людьми и у всех было свое видение. И это очень интересно расследовать, как мыслил человек до того, как ты туда погрузился. В мой офис сотрудники могут бесплатно заниматься английским языком, также посещать конференции и различные обучающие мероприятия, в том числе как спикера. Я занимаюсь разработкой объектного хранилища в компании я с 2017 года пришел на позицию автоматизатора тестирования. Отбор сотрудников команды, как правило, происходит в два этапа. Первый – это общение с рекрутером, на котором мы понимаем, насколько подходим друг другу. Второй – это общение с техническим специалистом, по результатам которого выносится решение. Мы много времени проводим на работе и для меня цена то, что мне здесь нравится. Мне нравятся люди, которые меня окружают, мне нравится то, над чем я работаю и как я работаю. И поэтому часть моего дня посвящена любимому делу. Еще у нас нет бюрократии в процессах и есть возможность самостоятельно принимать решения. У каждого сотрудника своя зона ответственности. Руководитель доверяет по умолчанию. В нашей компании проводятся регулярные митинги, стендапы, ретроспективы, где каждый может высказаться и это не остается без ответа. Учитываются многие пожелания и идеи и как в продукте, так и в нашей организации работы. В России у нас три офиса – в Москве, Санкт-Петербурге и Иннополисе. Кроме того, с нами работают ребята из Екатеринбурга, Новосибирска, Калининграда, Самары и других городов. Я научилась очень многому в области тестирования, но одно из полезных умений, которые казались важны в пандемии – это работать с тестировщиками в других городах. Наша команда ручного тестирования, с которой я взаимодействую, находится в Иннополисе, поэтому мы были в некотором роде готовы и наши процессы не потеряли свою эффективность. Каждый день на кухнях нашего офиса вас ждут завтраки и полдники. Также мы развиваем собственное спортивное мобильное приложение, в котором проводим тренировки, а также различные челленджи. Например, сжигаем калории после Масленицы или идем пешком до Эвереста или Килиманджаро. Порядок дня варьируется от времени спринта. В начале спринта мы занимаемся анализом будущих историй, просматриваем требования, проработку, занимаемся написанием тест-кейсов и постепенно приступаем к тестированию. Обычный день ручного тестировщика может сильно отличаться релиз у нас или не релиз, но если говорить про обычные дни, с утра у нас в любом случае это митинги с командами, где мы говорим, что делали, что будем делать и дальше работа по плану. Мы очень ценим развитие и помогаем прокачивать ребятам личный бренд с помощью написания статей на Хаббер или других тематических ресурсах. Если вы хотите себе работу, куда хочется, приходите каждый день и учиться новому, создавать что-то значимое, то приходите к нам. Команда. Команда, которая готова помочь, поддержать, дать совет, с которой комфортно работать вместе.